Вязание начинаем с составления схемы и расчета. Берем метровую ленту и измеряем размер руки по ладони. У меня 18 см. И в том месте, где у меня будет заканчиваться метинка, 25 см. 18 см плюс 25 см делим на 2 см. Среднее 21,5 см. Беру 22 см. Для того, чтобы не было сильно натянута, возьмем 23 см. Итак, у меня есть схема вязания. Это прямоугольник. 23 см по ширине. И определяемся с длиной. Длина по сгибу пальцев до локтя. Итого 30 см. Палец от сгиба до пальца. 8 см. 8 см. Теперь петельная проба. 2,94 петли и 4,55 ряда. Плотность вязания 7,7 см на двух игольницах. Теперь местоположение пальцев. Делим на 4 части. 1,4 петли. По петлям. 68 делим на 4. Получается 17. Итак, до центра. 17 и 17. Это центр пальца. Но палец это несколько петель. Смотрю, сколько петель мне нужно для 3 см. Я думаю, что пойдет 3. 3,5. 3,5 это петли умножить на 2,94. 10 и 2. 10 еще немножко растянется. 10. Это 10 петель. Палец. Если 17 это центр пальца, палец 10, значит в сторону 17 у меня идет 5 петель. 17 минус 5, 12. То есть вот здесь у меня 12 петель от края. И начинаем делать палец 10 петелек на 36 ряду. Делали разбор. И постарайтесь создать этот разбор так, чтобы у вас одинаковые дорожки слили по концам полотна. У меня они на основной игольнице. Поскольку мы соединять будем внешним швом, это очень интересный эффект даст. Поэтому симметрично я добавила 2 иглы и получила 35-35. Провязали палец 12 петель от края и 10 петель. Сам палец 12 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать и петли пальца раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять. Ставим переднее положение. Провязывайте, включайте частичное вязание, провяжите до начала вязания пальчика. Щеточек отключаем. Теперь палец. Пересаживаем петли на вторую, на основную игольницу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять петель. Закрываю косичкой. И теперь открываю те же десять петель той же косичкой. И распределяю петли на свои места. Так, это для стоит, это стоит, эти две петельки на место. Это стоит на месте, эти две петельки на свое место. Это стоит на месте. Готово. Ставьте все иглы вперед. Возвращайте корректу. И провязывайте только 12 крайних. Рычаги закрыть. И вяжем дальше. И до 136 ряда прямое полотно. Провязали. Переносим петли с передней игольницы на основную. Начинаем соединять. Рекомендую сделать метки. Ведь я завязала узелочки напротив друг друга при сложенном полотне. Первый блок с одной стороны. Так вот, идете вот в полотно. Поткнули. Надели на иглы. Первый блок со второй стороны. Поткнули в полотно. Надели на иглы. Получилась вот такая как бы труба. У нас с вами 6 игл. Значит, провязываем 6-7 рядов. Я буду провязывать 7 рядов, чтобы каждый раз у меня машина останавливалась с разных сторон полотна. 7. Три иглы. Воткнули. Надели с одной стороны. Воткнули в полотно. Примерно с этого же места. С другой стороны. Проверили, как у нас меточки. Меточки ровные. Вяжем. Как завершить косичку? Осталось на один раз надеть с одной стороны. На один раз надеть со второй стороны. Если мы сейчас провяжем, нам нечем будет надевать дальше. Все. Провязываем один раз. И на этом закрываем. У меня остается хвостик, которым я просто соединю. Воткнули. Воткнули. Косичка. И вот то, что я вам говорила. Вот то, что мы закончили. Соединяем. Две части. Завязываем узелочки. Завязываем у нас. Продолжение следует...